Магадан 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 Работы по благоустройству дворовых территорий проводят и во дворе дома номер 21 по улице Берзина. Подрядная организация на этом объекте уже приступила к работам. Специалисты выполнили демонтаж бордюрного камня, устанавливают новый. Всего планируется благоустроить порядка 1800 квадратных метров. В этом дворе обновят и лестничный спуск. Она просто заросла. Если ее восстановить, потому что машины ездят, нам удобнее было бы по лестнице спустить. Там люди, дети ходят. Я понимаю, что тут сеть. Кто нам разрешит лестнице? Там она лежит, там лестница. Я понимаю, ее поэтому и разломали, потому что сеть. Потому что ее как-то обогнуть. Обсудили нюансы устройства парковки. Ее необходимо сделать так, чтобы обеспечить комфортный проезд автомобилистам. Парковка не должна создавать препятствия пешеходам и помех для пользования детской площадкой, отметили специалисты. Все озвученные предложения жителей при производстве работ будут учтены. Сегодня прошел брифинг мэра города Юрия Гришина, где он рассказал представителям СМИ об окончании отопительного сезона 2021 года. Всего сезон шел 288 дней и закончился более чем успешно. За весь этот период было сожжено 280 тысяч тонн угля на Магаданской ТЭЦ. Кроме того, использовали более 11 тысяч тонн мазута на котельных, которые принадлежат Магадан Теплосети. Сезон прошел без каких-либо аварий и был закончен в срок. Сейчас ведется активная подготовка к новому отопительному сезону. И уже прошла опрессовка тепловых сетей, а также начался завоз угля на Магаданскую ТЭЦ. К этой работе у нас идут очень крупные работы по разрытиям. Это на улице Советской мы продолжаем реконструкцию этого участка тепломагистрали. Напомню, что 40% жителей города Магадана запитаны от этой большой трубы диаметром 800 миллиметров. Срок службы трубы закончился уже очень давно. Он запредельный, более 60 лет. Поэтому новый трубопровод как минимум на полвека обеспечит надежность теплоснабжения города Магадана. За последние пять месяцев с начала года зарегистрировано 10 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Кроме того, произошло 30 аварий, при которых причинен только материальный ущерб. Сотрудниками ГИБДД пресечено почти 200 подобных нарушений. Специалисты регулярно проводят профилактические мероприятия. Их цель – предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей. В целях оказания профилактического воздействия на участников дорожного движения, а также профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, не имеющих права управления либо лишенных, с участием также лиц, управляющих транспортным средством состояния опьянения, пешеходов несовершеннолетних, сотрудниками ГОИ Магаданской области, в текущем году проведены оперативно-профилактические мероприятия, такие как нетрезвый водитель, водительское удостоверение, пешеход, внимание, дети, скутер. Также применяются массированные проверки по отработке отдельных видов правонарушений, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы по пропаганде регионального УГИБДД активно используют возможности социальных сетей, размещают там видеоматериалы соответствующей тематики. Более подробно о всех событиях можно узнать на сайте УМВД и УГИБДД России по Магаданской области. Строительство этнопарка Дюкча находится на личном контроле мэра Магадана. Проект разработали в областном центре Колымы. Построят его в устье реки Дюкча в районе зоны отдыха Горняк. На данный момент специалисты планируют приступить к подземным коммуникациям, реализации разбивочного плана и озеленению. Дюкча идет нормально, у нас были проблемы с финансированием, но это так же как и по парку Маяк по первой очереди. Мы отторговались на 212, денег 90, но уже сообщили о том, что денег на 22-й год выделяют в полном объеме, поэтому спасибо правительству. Сергей Константинович, он сумел поставить этот вопрос. Я думаю, что действительно это будет очень знаковый объект на всем Северо-Востоке. Это парк этнической культуры народов Севера Дюкча. За этот сезон на объекте планируют сделать все инженерные коммуникации, локальные очистные сооружения, проложить электросети, а также заасфальтировать и установить малые архитектурные формы. Общая площадь благоустройства составит около 3 гектаров. Комбинат зеленого хозяйства закончил ряд важных работ по реконструкции газонов. Это улица Портовая, Колымское шоссе, сквер имени Болдырева и множество небольших точек, где также требовалось благоустройство. Сегодня приступили к большому проекту, который включает в себя не только облагораживание тротуара по улице Ногаевская, а еще и дворовую территорию, где в прошлом году закончилось комплексное обустройство. Рабочие уже приступили к подготовке грунта и засеву. Более подробно о задачах, которые необходимо выполнить, рассказал директор КЗХ Алексей Гаврилов. Комплекс работы именно по газонам включает в себя основные следующие мероприятия. Это уборка непригодного грунта, планировка, досыпка плодородного слоя толщиной не менее 5 см, а в идеале 15 см, соответственно, посев и полив его до всходов с момента посадки проходит 10-14 дней. Ежегодно проводится около 8 тысяч квадратных метров таких работ. В этом году их будет значительно больше, потому что в прошлом сезоне быстро наступили холода. Следовательно, из-за погодных условий трава бы не прижилась и просто перемерзла. Поэтому сотрудникам КЗХ не удалось выполнить все запланированные работы. Сейчас в плане благоустроить более 8 тысяч квадратных метров газонов. В последнее время появилось много мошеннических сайтов, которые копируют официальный сайт stopcoronavirus.rf. Данные сайты похожи внешне, но называются немного иначе. Более того, информация, которая там указана, недостоверна. Официальный портал stopcoronavirus.rf – это информационный и достоверный ресурс. На нем публикуют ежедневную статистику по коронавирусу, актуальную информацию об ограничениях и разрушают мифы о вирусе. Через него нельзя записаться на прием к врачу или указать свои данные о здоровье. Однако записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, а также обратиться по номеру 122 и 220-003. Колымчанам рекомендуют быть внимательнее и доверять только оригинальному сайту. В 13-й гимназии Магадана идет строительство спортивной площадки. На ней специалисты разместят баскетбольную и волейбольную зоны. Здесь же ученики будут сдавать нормы ГТО. Объектом занимается компания «Мастерфайбер Колыма». Установку спортивной площадки начали около пяти дней назад. Ежедневно на объекте задействовано от пяти до семи человек. По словам мастера, бригада работает практически без выходных. Все идет у нас по плану. Объект планируем сдать вовремя. Качество гарантировано. Сейчас проводятся работы по установке ограждения, для того, чтобы мяч не улетал за пределы баскетбольной и волейбольной площадки. В дальнейшем планируем укладку продолжать резиновое покрытие на этой площадке. Ну и, собственно, будем заканчивать объект. Устанавливать спортивную зону в 13-й гимназии строители планируют около пяти дней. По словам специалистов, это уже третий объект за этот год. Компания ООО «Мастерфайбер Колыма» работает по Магадану и в области. В этом году специалисты планируют завершить еще около четырех объектов. Компания ООО «Мастерфайбер Колыма»